Тут по-французски говорят, раз они были 90 лет под французами. Здесь никто не говорит по-французски. И более того, вьетнамцы до сих пор припоминают бывшим колонизаторам их темные делишки, которые здесь были довольно долгое время. Здесь даже была целая сеть тюрем. Одна самая известная тюрьма находилась на целом острове, куда неугодных вьетнамцев отправляли. Мы жили в этом отеле. Жили в этом отеле первые 4 месяца. И эта собачка по-вьетнамски будет Чо. Мы не знаем, как его зовут, но мы ее подкармливали. Мы назвали его Чо. А где Чо? А, вон Чо стоит. Это типичные полурослики. Это типичные местные корейско-вьетнамские собачки. Они в основном вот такие. Как корги, такие лапки. Да, полукорг. Полукорг. Так вот, французы, бывшие колонизаторы, создали целую сеть тюрем, куда ссылали неугодных вьетнамцев, то есть политических заключенных или просто неугодных. И пытали, даже убивали и так далее. То есть там сейчас на этом месте, где была тюрьма, то есть вообще на тех местах, где были тюрьмы, сейчас вьетнамцы оставили свою память. Да, то есть в виде музеев для всех, да, то есть в качестве напоминания, что такое колониальная политика. и они помнят, они помнят эти обиды. Поэтому по-французски здесь, в общем-то, никто говорит. Как, собственно, и в ГО, никто практически сейчас, фактически никто не говорит по-португальски. Потому что понять о них тоже, я думаю, не такая уж и хорошая. Вот, такая вот история. Так что по-французски, ну, то есть к современным французам и к современным американцам абсолютно нормальные отношения, как и к любым другим нациям. То есть вьетнамцы в этом плане очень открытые люди. Но главное, чтобы это было открыто, миролюбиво, да, то есть когда будет соответствующее отношение. Супер. Как? Да, то есть даже вот если попадет сейчас вот в камеру какие-то куски стройки и так далее, это постоянный процесс. Это не просто грязь там или что-то вот там неухоженно. В вьетнамцев нету ничего просто так лежащего. То есть рано или поздно начинается стройка. Это будет в перспективе какой-то кафе или любой другой какой-то бизнес, да. То есть на этой улице мы жили первые четыре наши месяца. Ну вот что-то они здесь ремонтируют, да? Что-то ремонтировали, а это будет убрано. Да, то есть здесь... Вот отель, видимо. Вот этот отель. И, соответственно, внутри все убирают. Здесь принято в целом на месте старого бизнеса делать новое. Вот обратите внимание, здесь вот эти вот все вот эти магазины, их не было здесь полгода назад ни одного. Здесь было несколько каких-то полуразвалившихся местных кафешек, где на коленке там супчик, хобо и так далее. Все это убрали, и когда я буквально пару месяцев назад здесь прогуливался, так посмотреть, что здесь произошло, вот куча изменений. Построили новые магазинчики. Делается это очень быстро. И изменения здесь постоянные. Ну чисто, вот это тоже поражает. Все чисто, никто ничего не кидает. Потому что это все свое, это все частная территория. Все кому-то что-то принадлежит. Здесь нету каких-то общественных земель, каких-то ничейных. Здесь все кому-то что-то принадлежит. Но принадлежит вьетнамцам? Ну, естественно. Здесь как насчет вот такой политики? Можно ли иностранцам покупать? Как и в соседних странах Юго-Восточной Азии, здесь можно приобретать несвижимость, но полностью она вам не будет принадлежать. Ну, в лизинг. Так же, как в Индии. Да. 99 лет лизинг. Но тут есть ограничения. Да. А, там сид, да, у нас? Можно приобретать на какое-то продолжительное время все это. Лить наружно? Так, ну, покажите, как тут переводят через дорогу. Поднимаешь руку, смотришь, что на тебя не идут, да, и просто переходишь. Ты делаешь движение руки вверх, что, да, я иду. Задавить тебя не задавит, но приоритет здесь все-таки у тех, кто на транспорте. К сожалению. Пока... К сожалению. Да, да. В этом плане культура еще, пока только доходит сюда, ну, страна, еще раз говорю, развивается. Ей еще есть куда расти. И, соответственно, это меня тоже коробило первое время. Мне было страшно переходить дорогу. Ну, постепенно я понял, как все, как люди друг с другом взаимодействуют, в том числе на дороге. И на самом байке, да, потому что я первые полгода вообще не хотел прикасаться, не арендовать байк, не то, чтобы покупать, не то, а арендовать боялся байк. Потому что здесь довольно опасно водят местные драйверы. А вот это вот, это отель, да, вот это все зеленое, зеленые балконы. Да, 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 да. Как здорово. Это сеть отелей, я не помню название сетки, но это вот сеть лакшери отелей. Вот они делают вот такие стильные, бетон снаружи, и его обшивают настоящие, это все настоящие живые растения. Да, да, вот появляется очень интересная тоже в том числе архитектура на фоне вот таких а-ля архитектуры а-ля 90-е, да, то есть с какими-то порой алиповатыми элементами, да, на этом фоне появляется уже современная, более интересная архитектура. И это тоже говорит о постоянном развитии города, ну, страны в целом. Сейчас, да, мы подходим к променадной части Дананга. Это набережная, которая раскинулась фактически на 8 километров. Да, это одна из самых продолжительных променадных линий у моря чуть ли не в мире. И она достаточно красивая, ухоженная. Сейчас мы все посмотрим. Здесь постоянно декорируют. Хаят. О, нет, не Хаят. Хаян. Хаян. Ну, Хаят известная сеть отелей. Сразу мне и увиделось. Сейчас мы с вами пройдем вдоль побережья. Здесь очень красивый бульвар, в котором я, ну, практически каждый день либо совершаю пробежки, либо просто прогуливаюсь после там рабочего дня. Просто, либо можно вдоль моря по широкому. Обратите внимание на насколько широкая пляжная полоса. Здесь очень чистый, почти белый песок, очень мелкой зернистости. Здесь приятно гулять, заниматься спортом. Здесь много площадок с футболом, футболом и так далее. А вон и тазик, тазик. Да, и я, собственно, недорассказал эту историю. Это примерно из той же части, что и вот эти вот дома, вытянутые вверх. То есть из-за ограничений, да, которые, ну, искусственно были днены правительством Вьетнама когда-то давно, да, можно было использовать любой другой формы лодки, кроме привычной. То есть почему-то привычной формы облагалась повышенным налогом. И простые вьетнамцы, которые, ну, у которых было мало денег, они придумали вот такую круглую форму лодок. И это стало их визитной, впоследствии визитной карточкой. This boat, папа, this boat. Traditional vietnamese. Traditional vietnamese. Господи, как красиво! Take this boat. Очень красиво вообще, да. Вот я, Саша, говорила, что мы можем поехать завтра или послезавтра, съездить вот туда. Видите, там статуя, это леди Будда. Это одна из местных достопримечательностей здесь, да, Нанга. Там комплекс храмов очень красивых, древних. И вот эта статуя леди Будды, это богиня, местная богиня, ее зовут Гуа-инь. Богиня милосердия, да. Вот, и там очень просто красивое место. Там обезьянки. Давайте, давайте. И еще здесь есть похожие мраморные горы. Это вот в той стороне. Мы можем прямо совместить и то, и это взять такси, но мы обсудим. Ага, и я еще хотела все-таки вот этот вот мост, там вот тур какой-то есть вот с этим мостом. Я бы туда хотела съездить. Вот, наверное, ну мы поедем, если захотите, с нами езжайте, если захотите отдохните, да. Я думаю, наверное, нет, да, мы, наверное, туда, там довольно дорого стоит вход, так же, как в Винкерли вы были. Да. Ну, вначале вы покажите все, что тут в шаговой доступности, да. А пойдем туда. Саш, let's go there. Okay. Ребят, ну какое очарование, я просто не могу. Ты посмотри, ну ты посмотри. Как все красиво. Да, я тоже, откровенно говоря, когда мы вот сюда приехали год назад, я вообще была, то есть я не ожидала, что здесь такое может быть. Ну. И мы как-то между собой прозвали этот город не Дананг, а Дананджелес. Дананджелес. Потому что на той стороне, ну чуть дальше здесь река течет еще. Ага. Опять же, можно покататься на пароходике по этой реке. И через эту реку очень красивые мосты, именно как вот в Лос-Анджелесе мосты, там несколько прям на серии мостов. И самый известный мост, который, ну вот туристы все знают, Дракон, Дрэгон Бридж, мост Дракона. Дракон изрыгает огонь. Угу. Вот, ну такое развлечение туристическое, не могу сказать, что прямо бал, но... Ну, посмотреть нужно. Посмотреть можно, да, так вот, кто приезжает первый раз. Можно, да. А там в целом очень цивилизованно прямо. Я даже, знаешь, у нас там друзья в Нячанге, Оля и Дима. И я когда увидела, я говорю, ты знаешь, наверное, я хочу здесь стариться. Да. Вот. Очень, очень понравилось. Мне даже какая-то гадалка там, я не помню, то ли астролог говорила, а ты ведь стариться будешь в другой азиатской стране. И мне, наверное, сейчас это пришло в голову. Может быть. Что, может быть, я буду стариться как раз здесь. Очень, очень, очень нам нравится. И мы не хотим никуда уезжать. И, ну, рассматривали варианты вернуться обратно в Европу. Вот. Но, пожалуй, нет. Пожалуй, мы задержимся еще здесь. Ну, тогда про визовую политику. Скажи, как вам здесь живется? Сколько дней виза? Здесь все достаточно легко в этом плане, конечно, удобно. То есть виза можно... Здесь два есть варианта визы. Штамп по штампу. Это 45 дней. Это вот как вы въезжали до сюда. Да. И так можно кататься, делать визоран каждые 45 дней в Лаос, к примеру, отсюда. Нет ограничений, что ты можешь в стране провести в год, там, 90 дней. Ораничений нету. Вот. И можно сделать трехмесячную визу, но некоторые есть загвоздка. Она заключается в том, что для этого нужно выехать из страны на несколько дней. То есть нельзя просто... Секундочку. Все босиком идут, а ничего тут нету, бутылок. Это не рамболь. Могут быть крабики небольшие. Да, так что вот трехмесячная виза, там нужно обязательно выезжать. И ждать несколько дней, пока она оформится. Вот, поэтому мы трехмесячную не делаем. А вот 45 дней, да, и здесь удобнее, чем в Ничанге это все осуществлять, потому что из Ничанга до границы с Лаосом ехать, ну, прилично, где-то сутки. А отсюда до границы, вот мы последний раз на машине доехали за 4,5 часа всего лишь. То есть это полдня, очень удобно. А на какой машине? А мы просто арендуем, то есть не сами водим, а мы берем машину с водителем. У нас есть водитель знакомый, который нас вот возит, если нам что-то нужно. Куда-то поехать в соседний город или вот на Визеран. А здесь в основном, ну, большие машины такие. Вот мы просто берем в аренду на день. Последний раз, по-моему, брали какой-то Митсубиши большой, в общем, короче, 6-местный. Вот, вот таким образом ездим. Ой, веревка. Это веревка, да. Здесь ловят, ловят легко. Кстати, что это за море? Это Восточно-Китайское называется море. Восточно-Китайское море, да. Вот у нас недавно был здесь тайфун. Ну, как сказать, до нас он так и не дошел до Дананга. То есть много было, много шума из ничего, как у Шекспира. Вот это у нас было здесь такое. То есть все так волновались, но ничего не произошло в результате. Но тайфун задел северные регионы Вьетнама довольно сильно. Да, так что здесь вот единственная такая проблема зимой, бывают тайфуны. Да. Летом здесь очень жарко. То есть если уважаемые зрители захотят сюда приехать, я бы рекомендовала выбирать как раз-таки сентябрь. Вот это хорошее время для приезда. И весна. Апрель, май, июнь. Ну, даже вот лучше май. Примерно так. Потому что дальше начинается прямо жарко. Даже не то, что температура, ну, 30 с небольшим, но очень влажность высокая. И поэтому выходишь из дома, потеешь за 5 минут. Ведь мокрый. И, ну, душно, то есть как в бане. Люди еще и купаются. Ну, во всяком случае, вон, заходят поглубже. Конечно. Так же тот самый сезон вполне. А медуз нету, что ли? Нет, очень редко. Вот за весь год, по-моему, только один раз было предупреждение про медуз. Вода очень теплая, как парное молоко. Как парное молоко. Да, и в отличие от Ничанга, в Ничанге там вход в воду как бы он сразу, да, почти. А здесь надо долго идти. То есть здесь так достаточно мелковато. Ну да, кстати. Вот эти бурунчики об этом и говорят. Как хорошо, как гламурно мама кушает. Детки играют. Смотри, вот сейчас свет подсветился. Вроде у тебя не было этой татуировки. Да, я сделала ее. Это релиховский знак, да? Да, да, знамя мира это называется вообще. Да, да. Искусство, культура, по-моему, религия в круге вечности. По-разному ее интерпретируют. Да, ну это вот как бы как и священная троица, по сути, да? Да, да. То есть три символа тела, дух и душа в едином как бы организме атман, да? Вот если в индийской философии это все называется, да? Вот как бы человеческое. Прошлое, настоящее, будущее. Да, вот тоже это, кстати, очень здорово. То есть, ну вот эта троичность, она много где. У релиха много где на картинах это. Я себя вообще считаю ученицей релиха. Ну сейчас, пока мы попали вот в этот... Вы шевы, вы шевы, вы шевы. Вы шевы. Религиозный такой небольшой здесь парк. Мои люди очень религиозные. А, здесь Иисус, Дева Мария. А давай сходим. Я расскажу даже историю небольшую, связанную с этой Девой Марии. Просто это необычное тут. Очень много вьетнамцев, они католики. И это не связано с французами. Потому что сюда христианство пришло еще в средние века. То есть это не французы принесли сюда. Это очень интересно на самом деле, потому что нету азиатских стран еще, которые были бы христианские сами по себе. И Вьетнам, вот он частично как раз христианский католический. Здесь много католических монастырей. И вот в частности сейчас вот такой небольшой здесь есть монумент, статуя Христа. И там рядом еще статуя Дева Марии. И здесь есть легенда насчет этой Део Марии, что она как раз таки спасает от тайфунов. И когда здесь был сильный тайфун, по-моему, в начале 90-х, как раз считается, что именно вот эта статуя Део Марии она и спасла. И вот здесь Джизус. Мы сюда иногда приходим просто вот так, ну как сказать, немножко помолиться, вспомнить о чем-то, о вечном посидеть здесь в тишине. Помедитировать. Мама, сидя в горе. Давай. Сид и рест. Да. Сид и рест. Ну так расскажи, когда ты сделала эту татуировку-то? Вот это в Гуа, как раз таки в 2022 году. И мне показалось, я хотела давно уже сделать татуировку, но мне запало, я искала просто, что я хочу набить. Я не хотела просто там что-то, а мне хотелось что-то очень символическое, то, что будет откликаться моей душе. И вот как раз таки я стала изучать Рериха, наследие Рериха, читать Агни-йогу и так далее. И вот это знамя мира, и мне показалось, что в 2022 году знамя мира, это очень будет символическое как-то, да, и мне это запомнится, что вот. Вот, и вот в 2022 году, да, это всё. Плюс я для себя ещё это трактую, что нас трое в семье, то есть мы с Сашей и дочка наша Варюша, и вот мы как бы наша семья тоже получается, то есть три члена семьи в едином таком круге. В круге любви. В круге любви, да, скажем так, да. И потом после этого, вот, благодаря как раз таки вашему совету, мы поехали в Путапартии, там прожили полтора месяца, и очень много чудес там всяких произошло со мной, и, в общем, место, конечно, я после этого стала преданной Сайбабы. И там я как-то вот то, что в Индии называется, поняла своё предназначение. Я очень долго работала преподавателем в университете, 15 лет в Москве, плюс я ещё преподавала историю, общество, знания для школьников готовила к экзаменам. И тут я поняла, что я хочу преподавать что-то, рассказывать связанное с духовностью, с религией, ну, вот какое-то нести такое знание более доброты, какое-то понимание, вот такие философские, скажем так, да, философские знания. И я начала это всё изучать, вот, читать Рейрихов, и как-то мне показалось, что в Путапартии я от Бабы получила на это благословение. Вот, и с этого момента я начала активно вести свой блог, и он у меня разрастается, он у меня в Телеграме, в Инстаграме, вот, и всё больше и больше становится, ну, людей у меня, не то что последователей, скажем так, людей, которые ко мне обращаются. Я там пишу про Аюрведу, потому что я отучилась на врача Аюрведы в Индии, в Шри-Ланке, и пишу ещё про Теософию. Вот Ира, конечно, знает, что это такое, да, то есть... София – мудрость, Тео – божественная мудрость. Да, но мне кажется, что сейчас, вот, в 21 веке, да, мы же на таком, ну, смене эпох находимся, да, то есть вот была эра рыб астрологическая такая, считается, связанная как раз с зарождением христианства в том числе, да, рыба, между прочим, это символ раннего христианства. А сейчас эра водолея уже началась, и вот этот стык эпох, мне кажется, он, ну, плюс сам водолей, он приносит новые обновления в религии, в знаниях, в идеях, то есть знак воздушный, лёгкий, поэтому мне кажется, что основная сейчас тенденция – это будет объединение науки и духовности, потому что очень много, я сама кандидат наук, и я читаю большое количество литературы научного, современных научных исследований, и очень много совпадений, вот, например, современная физика и буддизм, то есть всё больше и больше вот этих точек соприкосновения, и мне кажется, вот теософия – это как раз-таки та самая наука, которая вот и объединяет, то есть такая интегральная, скажем так, объединительная наука, вот, и я вот как раз про это, мой блог, вот он посвящён, то есть я пишу про аюрведу, забота о своём физическом теле, о психике в том числе, и вот как бы знания именно такие философские. Ну, я тогда оставлю ссылку на твой телеграм-канал, да, под этим видео и в закреплённом комментарии тоже ты мне пришлёшь? Да, 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 конечно. Можно подписать, я провожу вебинары различные, стоимость символическая. Вот последний у меня было два вебинара, один – терапия мантрами, вот, опять же, это не связано с религией, то есть вы можете верить в Иисуса, в Будду, в Аллаха, в кого угодно, это неважно, то есть это просто связано именно, это энергетическая, скажем так, практика, да, и философская. И вот последний у меня был вебинар, назывался «Волшебный вебинар». Я там рассказала, что такое санкальпа, намерения, как правильно формулировать намерения и так далее. Вот, конечно, обращайтесь, то есть подписывайтесь, я думаю, будет очень интересно. Ну, он говорит, даже если не христиане, говорит, мы уважаем всех богов, если бы была христианка, она бы сделала знамение, крестное знамение, да. Ну, люди всех религий уважают, всех мессий. Я всегда говорила, если бы я родился в Америке, у меня имя было бы другое, но душа была та же самая, да. И то же самое, если бы я родился в мусульманской семье. Бог един, но разные лица, только разные лица. Да. Кстати, в ведической культуре, в ведах, есть такое понятие, называется «Иштадевата». То есть, как бы, именно образ бога, который у каждого свой. И мне кажется, вот очень важно, люди часто спрашивают, да, просто люди, ну, которые не верят в бога, или считают, что бог должен быть связан, вера в бога должна быть связана только с какой-то конкретной религией. И они вроде бы и хотят тянуться, да, но не могут понять. То есть, религия их ограничивает, да, они не хотят этих ограничений. И когда вот узнают про эту концепцию, да, личного бога, я всё время говорю, что просто надо искать тот образ, который вам откликается. Вот мне, например, откликнулся Сайбаба, и у меня вот бог вот так визуализируется. У кого-то Иисус Христос, у кого-то Будда, кто-то верит в океан, в силу океана. И это не значит, что кто-то язычник, а кто-то правильный, там, не знаю, условно говоря. А мне кажется, самое важное – это вера, потому что искренняя вера, она даёт тебе определённые моральные качества и определённое мировоззрение. Это самое главное. А если ты ходишь в церковь каждый день, молишься, но при этом человек-то не очень, да, и совершаешь как бы по жизни не очень хорошие поступки, то тогда смысл в твоей вере. Да. Сайбаба, он же не принадлежал ни к какой религии, он всегда говорил, есть только одна религия – религия любви. Есть только один язык – язык сердца, есть только одна раса – раса человечества, и есть только один бог, и он вездесущий. Да. Ага. Какие дороги прекрасные, какие тут, ой, не знаю. Цивилизация, да. Поэтому все комментаторы, которые пишут, люди ходят в масках, потому что здесь вирусы. Нет, ребята, дорогие мои, это не потому что здесь вирусы, а потому что люди не хотят мешать другим. Например, вот когда ты едешь в машине с таксистом, он чаще, скорее всего, наденет маску, чтобы, ну, не знаю, слюни, какие-то сопли не попадали, мало ли, у него, может, не свежее дыхание или еще что-то. Здесь очень, это, кстати, вот у японцев тоже такое есть. Это вот в местной юго-восточно-азиатской культуре это есть. Не мешать другому человеку. Это забота об окружающем. Конечно, конечно. И ношение масок нужно именно в таком контексте воспринимать, мое мнение, да. Сколько мы здесь живем, год, мы не болеем, никаких вирусов. Ну, то есть обычные, да, какие-то простудные заболевания, это естественно. А так здесь очень чисто, конечно, да. Поэтому это все предубеждение. И, не знаю, мне кажется, я понимаю, что многие воспринимают Вьетнам, вот еще там 20-30 лет назад, который был, когда, да, бедные вьетнамцы приезжали в Советский Союз работать. Так я неделю назад так воспринимала. Я же говорила, думала, еду в джунгли к партизанам. Вот, здесь совершенно это, конечно, не так, уже давно не так. То есть вот последние, ну, как раз вот 20 лет Вьетнам очень сильно развивается. И вот, ну, я изучаю новости, внимательно за этим слежу. И Вьетнам сейчас вот в топе вообще стран этого региона по темпам развития. И многие эксперты, экономисты говорят, что это будет скоро второй Сингапур. Поэтому здесь очень, ну, как сказать, перспективно, на самом деле, перспективно очень направление для жизни. А потом и на Барстрит тоже. Здесь все, все на пятачке. Вот это, кстати, монастырь. Вы сейчас не видели, монастырь? Монастырь? Да. Здесь мужской и рядом женский здесь. Это, да, расстроено достаточно. А у них кто уходит в монахи? У них как в Таиланде, из каждой семьи кто-то? Нет, нет, такого нету. В Таиланде в этом плане можно просто, вот я, например, планирую как раз таки так сделать, на несколько дней любой может просто ради, ну, не знаю, ретрита или как-то отдыха уйти. Причем у них это в традиции, то есть это особенно для мужчин. Здесь нет такого. У меня знакомая русская девушка уходила в тайский монастырь, побрилась на лоз и жила несколько месяцев. Кто угодно, оказывается, может быть. Да, да, абсолютно. И Випассана, все вот эти, ну, вот программа молчания, да, все это есть. Да, в Таиланде, на севере, вот Чанмай, особенно в Чанмай. Здесь нет, потому что здесь же все-таки влияние коммунизма, не забывайте. Это коммунистическая страна, хотя не производит впечатление, правда? Нет, нет, сейчас не производит. И мы как-то тоже думали, что здесь везде будет Хушимин, там картины, изображения его нет. Опять же, вот в доме, если что, будете снимать, обратите внимание, у них везде, значит, портретов Хушимина нету. Будда стоит, религиозные какие-то вот эти, алтарики у них при этом. Нигде нету Хушимина, то есть не так, что будет. Оно, конечно, коммунизм, но очень формальный, скажем так. Понятно. Нет культа личности и насаждения этого культа? Нет, нет. И, насколько я понимаю, нет цензуры, ну, по крайней мере, судя по всему. Ну, то есть какой-то, знаете, я, честно говоря, не здоровую ни каких-то левых идеологий, но кажется, что это какой-то вот идеальный, что ли, социализм. Не знаю, может быть, кто-то знает лучше, вот, меня поправит, но у меня такое создаётся впечатление. По крайней мере, как у иностранки. Ну, меня поражает, что нету вот совсем попрошаек, нету таких вот нищих. Значит, все работают, все получают какую-то более-менее достойную зарплату, чтобы выживать на неё. Ну, здесь ещё большой город, и мы вот сейчас находимся в всё-таки очень туристической части, где в основном тусуются иностранцы. А так, конечно, если немножко отъехать от города в вьетнамскую часть, там будет немножко, конечно, всё победнее. Ну, и средняя зарплата во Вьетнаме совсем небольшая, то есть 400-500 долларов вот так вот, на самом деле, лучше. Ну, если вот ты говоришь, вы только снимаете, там, ну, снимали, 100 долларов можно снять, да, жильё? Да, можно. То 400-500-то нормально хватает? Да, в целом, да. Если приезжает молодой человек, да, или девушка одна, вполне можно здесь. Ну, на 500 долларов не думаю всё-таки, но это очень скромная будет жизнь. Ну, на 1000 долларов можно прям отлично жить. Смотри, мальчик европейский? Да, да, здесь это ирландский паб, здесь всегда живая музыка. Ага. Вот, так что. Ну, я думаю, что мы, может, ещё попадём на какой-то концерт сегодня, по крайней мере. Саша за этим следит. Вот мы сейчас посмотрим, если здесь работает вот ночной рынок. Да, кстати, наверное, работает. Можно. Вот, посмотрите. Ну, ладно, ничего страшного. Ну, пойдём тогда, пойдём тогда. Everything for the best. Всё к лучшему. Класс.